привет всем друзья приветики привет заходим не стесняемся кто у нас там не спит кроме меня вот отлично отлично всем помахаю обязательно помахать каждому помахать сейчас все зайдут начнем общаться давно уже не выходил прямой эфир хоть хоть ночью выйду раз днем не успеваю привет друзья привет привет да привет ребята привет на всем привет привет не грустим не грустим как дела тысяча где а я сейчас дома в москве вот дела в принципе все хорошо все замечательно единственное но люди люди меня потряхивают бля ну не в час начали сужену в другое время не успеваю потому что сейчас плотничком работы я уже опубликовал просто stories то что от нашей компании там бешеные акции поперли что люди хотят быстрее залетать потому что акция ограничена вот все хотят зарабатывать кто это кто это запрос на участие нет ребят пока не буду ничего принимать никакие запросы вот я просто хотел с вами пообщаться немножко на тему в принципе на тему так вы знаете на тему жизни что ли или как на тему осознанности каждого человека вот о том что нужно в принципе в жизни смотреть на несколько лет вперед они вот это вот тупое понятие я живу сегодняшним днем короче это вообще это вот кто так говорит это вот просто тупорывы создания я извиняюсь хотел узнать кто ты я хотел узнать кто ты просто выйти в прямой эфир со мной и это узнать кто ты я в принципе никто вот меня никак не звать вот как твоя компания нет но на самом деле слушаю у меня все на страничке как бы написано кто я что я чем я занимаюсь и в принципе можно полистать посмотреть опять же для этого как бы инстаграм мы придумаем да что личная страничка человеком личная страничка человека можно посмотреть кто это вот компания dreamtrips нас называется значит да да это бред вообще полнейший я живу сегодняшним днем вот эти фразочки и вот каждый раз когда знаете я с человеком общаюсь прошу встречи презентации что-то рассказываю компании и самое главное что вот из статистики 100 процентов человек 99 говорят охренеть что за компания ну потому что это действительно так и все говорят я тоже также хочу господи хочу также путешествовать я также хочу там зарабатывать там и так далее ты думаешь ну круто классно вроде все хорошо а потом человек значит начинает заднюю сдавать и вот ты ему задаешь и вот самое знаете что обидно человек не может сказать нет боится страх но при всем рядом когда ты с ним разговариваешь и говоришь слушай ты мне лучше скажи нет да чем чем ты будешь мне морозиться вот о привет первый раз а у тебя в эфире давно на тебя подписано здорово это хорошо привет вот соответственно но еще что меня бесит когда мы общаемся ну мы знакомимся общаемся узнаем в принципе друг о друге и задаешь вопрос ну к примеру там да сколько лет когда вот 25 лет там я грушу кто-то наутом работу официантом типа в 25 там сидела я говорю ну круто классно смотрю типа интересуешься бизнесом это уже хорошо думаю да про себя что человек уже интересуется каким-то бизнесом хочет зарабатывать больше но когда дело доходит как говорится до работы до самой сути вообще как работать нужно что нужно работать бесплатно ничего нету в этой жизни единственная разница в том что как работать да или мы говно лопатой кидаем да или мы мозгами работы то есть разница вот и когда у него спрашивают что ты ему официантом как бы работаешь до бедолага там помираешь на этой работе жалуются мне и после всего того что он за жалуется ты ему предлагаешь возможность реальную возможность руку помощи тянешь до говоришь что я тебя буду обучать я будешь со мной зарабатывать потому что мне с этого выгодно и потом человек просто возвращается в ту пещеру в которой он и был он официантом по-любому работает от безоходности слушай но работать официантом или еще где-то это неплохо я тоже когда-то как говорится говно лопатой кидал значит в армии служил причем я специально представляюсь этому человеку говорю о том что я еще парень из детского дома до который в говне реально рос и поднимался дабы человеку дать понять что в принципе любым видом бизнеса заниматься можно и не надо высшего образования у меня его нету ребята нету его у меня вот я троечник по школе главное желание зарабатывать и обучаться обучаться вот тогда все получится право вот это хорошее выражением перебывает тапки и работает там где ему где ему удобно алекс ну давай бред не пиши не пиши сейчас сюда вот значит а самое знаете что прикольное вот сейчас будете вообще вообще прикалываться от логика просто от менталитет нашей страны просто не убивает я вот просто поэтому я мечтаю вот вообще свалить жить за границу от меня есть такая мечта там чтобы здесь был какой там не знаю дом или квартира где-нибудь в москве основное время проводил где-нибудь на островах вот потому что ну здесь невозможно жить с такими людьми самое страшное то что знаешь я то тоже таким был да я так с таким же осознание был тоже дебил был есть так точно там говорил все у меня то есть но я понимал еще тогда что я хочу жить лучше но у меня не было возможности мне приходилось самому расти я вот сейчас ставлю себя на место этого человека да который гораздо лучше живет который с родителями рос там не ну то есть условия лучше были и я еще тогда понимал что если мне когда-нибудь в жизни кто-то руку помощи протянет я в нее так схвачусь схвачусь что не буду отпускать соответственно такая же ситуация происходит и с тем что когда человеку бизнес предлагаю обучаю бесплатно обучаю я его бесплатно люди сука платят здесь в москве ребят чтобы понимали на бизнес тренингов тренингах от 30 до 10 тысяч долларов за то чтобы ты там два часа посидел послушал я два часа человеку рассказываю первые два часа обучаю потом еще каждый день я обучаю среднем по полчаса по часу то есть я трачу на это время и это бесплатно и человек этого не понимает человек такой он не понимает он думает что вот ничего себе такого не бывает чтобы вот кто-то тебе чем-то помог там да и человек просто просирает этот шанс поймите что вот в жизни в жизни все абсолютно все каждое ваше действие оно взаимосвязано когда вы это поймете да всю эту цепочку событий вы будете управлять своей жизнью вообще в принципе я раньше этого тоже не понимал сейчас я понимаю то есть я понимаю что какой-то человек который не позвонил написал или пришел на встречу это не просто так я начинаю анализировать и потом выясняется что да действительно я пользуюсь пользуюсь этой возможностью этим шансом и по итогу двигаюсь выше раньше я этого не видел не замечал потому что он вообще слеп был дальше своего носа ничего не видел так что тут еще написали привет привет а откуда у тебя так речь а а смысле речь развита нет тут еще шепелявлю по но еще устал у меня есть мать но я одна говоришь как препод показал на и школы абстрактного мышления не верится против схода слушаем ну во первых начнем с того что а те знания которые у меня имеются я получил в принципе жизненного опыта я получал от людей которые меня учили я пользовался этим вот у меня есть энные друзья я не буду называть их имен фамилии там так далее до которые зарабатывают суммы от от шести нулей и там свыше тринадцати нулей евро и так далее я с ними встречаюсь не для того чтобы рядом там ходить понтоваться перед кем-то нет я к ним прихожу и мы общаемся я обучаюсь у них я обучаюсь у них бизнесу я обучаюсь всему плюс моя девушка меня обучила в свое время она мне привилок она мне читала эти книжки по бизнеса я такой человек я честно скажу я не люблю читать и я вот слушал 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 и запоминал это все понимаете то что ну некуда было деться и я благодарен ей за это и это все приходит с опытом нужно этим пользоваться дальше да бывает бывает а чё там чё там чё там чё там пишут блин у меня что-то подождите секунду ребят ты понял я еще не достиг я еще иду к цели у меня масса мне каждый раз цели кстати а что касаемо цели сразу запомните раз и навсегда вот у меня вон там на холодильнике написано цель 100 100 миллионов рублей в неделю вы думаете это не реальная цель это реальная цель я специально такую поставил я в нее поверил я ее достигну для чего я такую цель поставил если вы хотите зарабатывать большие суммы то умейте представлять большие суммы соответственно когда вы будете ставить большие себе цели в жизни тогда те проблемы им которые у вас есть они будут казаться такими мизерными и вы на них обращать внимание не будете будете идти к своей цели потому что она у вас огромная папе и теперь можно помирать так чего ты достиг танцем 2 понятно тебе очень повезло девушка конечно так ну а ну тогда ладно бред бред что карина если человек не глупый то не обязательно заканчивать но нет вот это тоже понятие знаешь если человек не глупый даже не знаю к тебе знаешь ответить на этот вопрос не то что не глупые а активность не то что не глупый он может быть умный пришел может быть красным дипломом но может не догонять эту всю суть да я бы сказал что больше всего учит людей таких наверно когда они на грабли наступают когда им как прилетит вот тогда не понимают без всяких там высших образований да 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 правильно правильно сказал кто не рискует тот не пьет шампа спасибо за поддержку да не за что не за что по поводу цели а по поводу цели бред окей а ты сейчас говоришь человеку который как бы в принципе когда-то вообще жил в маленьком городишке у которых при который в принципе раньше зарабатывал копейки а сейчас строит свои бизнесы на развивается причем очень быстро вот давайте мне не будешь рассказывать про цели я говорю то я смотри смотрите я такой человек вот я вам клянусь я никогда не буду говорить то что я сам не пробую что у меня не получается я никогда не буду говорить того чего я не знаю если я чего-то не знаю я скажу я не знаю мне не стыдно сказать что я не знаю стыдно 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 сказать да но не стыдно сказать нет и научиться понимаете многие люди этого не понимают и часто говорят да и таки о чем сказал а чаще происходят вот ну конечно если не глупо иди сразу аэс практиковать без образования нет тут вообще про другое просто серёг речь там было а вот это крутой вопрос у меня такое было не такое было руслан если человек не знает чего он хочет на самом деле с чего ему нужно начать как ему понять что он действительно хочет я прям сейчас тебе могу перевернуть камеру а и свое любимое вот этот фишечку расписать и ты сразу найдешь себе занятия вот сразу мы сейчас можем прям очень долго об этом рассуждать это будет крутая тема а про 100 миллионов в неделю не а нереально это типа сделать а здрасте приехали не ну конечно нереально если вот так вот сейчас сидя я говорю если бы я тебе сказал что завтра это будет конечно это не факт откуда ты знаешь может у меня тут сейчас стартанул бизнес но нет я говорю по-честному да пока нет это просто есть н-ные проекты о них говорить не будем которые я надеюсь все получится и все реализуется но если ты вообще себе цели не ставишь в жизни понимаешь знаешь кто себе цели не ставит в жизни вон бомжи на улице это они цель же из жизни ставят пойти сдать бутылки да и бухнуть вот так сейчас я по порядку отвечу а окей сейчас я отвечу на вопрос руслан если человек не знает чего он хочет на самом деле с чего нужно начать как ему понять чего он действительно хочет прикольно нравится сейчас я переверну камеру значит смотри да бывает такой тупняк очень жесткий ребят очень же он очень жесткий тупняк может может нападать в жизни в принципе но когда он нападает вам к вам возвращайтесь позвал пожалуйста к тому вот что я сейчас вам распишу мне тоже тупняк нападал это потом нападает сначала тупняк потом ты грузишься потом такой депресс начинается и вообще жопа так вот чтобы депресса не начиналось нужно писать цель а чтобы они появились правильно то сказать нужно расписать себе вот смотрите самое элементарное да к примеру прям садитесь и пишите я вот мечтаю о крутой тачке прям представляете тачку если не можете представить я вот допустим не могу представить если честно ну как я вот люблю красивые тачки хочу чтоб личный водитель был я хочу тачку за 2 миллиона долларов да вот просто хочу вот на эти минуты мечта такая я значит хочу ну что стандартной квартиру где я хочу квартиру квартиру я себе хочу москве в центре за 400 тысяч долларов я уже посмотрел как-то у друга раз в живую видео и мне очень понравилось значит я себе хочу дом загородный на тоже иметь где где-то в области москве ну чё это где-то тоже где-то 400 тысяч баксов не меньше да я хочу дом загородный на канарах которые стоят 2 миллиона евро и в принципе все на этом в принципе можно завязать ну то есть основные такие аспекты до которые нам в жизни нужны а теперь посчитайте да сколько вы должны зарабатывать до среднем то есть среднем здесь я должен зарабатывать чтобы вместе чтобы на все это мне хватило чтобы не ипотеков не кредит не ипотек не кредит брать да я должен зарабатывать но не меньше 50 тысяч долларов согласно со мной это это такое минимум да и потом каждый из вас запишите здесь сумму которую он сейчас зарабатывает да там допустим средняя зарплата дан на работе по найму в россии это 300 баксов потом что сделаете потом сделайте распишите себе линию жизни когда вы эту линию жизни поймете хотя бы раз в жизни вы будете я вам клянусь вы будете вы начнете зарабатывать большие деньги ну конечно не сразу да но по крайней мере вы будете к этому идти вас будет все получаться вы не будете останавливаться соответственно вот на примере меня да грубо говоря мне 25 лет да я здесь помечаю себе я планирую детей семью значит в но ориентировочно в 28 29 да это где-то здесь 28 согласитесь что с этого промежутка времени по этот промежуток премии нам нужно заниматься воспитанием семьи детей так далее соответственно лучше проводить время семьей почему объясняю вам ребят а есть два понятия успешный человек успешный и богатый человек богатый это два разных понятия успешный человек он счастлив во всем у него любящая семья дети он живет в достатке им у него на все это есть деньги что он хочет а богатый человек он просто богатый так вот я хочу быть успешным кем вы хотите тоже себе поставьте дации соответственно если вы хотите успешным быть то бизнес нужно строить до момента построения семьи то есть сколько у меня осталось у меня осталось ровно четыре года по отставить ну да четыре года до 24 года у меня осталось то есть за четыре года я минимально должен выйти в доход с 50 тысяч долларов а здесь старость я должен отдыхать кайфовать то есть почему я должен время с семьей проводить то что если я не буду вот со стороны мужика объясняю если я не буду проводить время с семьей и радовать свою женщину моя женщина просто уйдет другому мужику почему они изменяют извините меня мужики они а у них хочка гораздо выше чем у нас я вам говорю дальше если я не буду воспитывать своих детей они оболтусами вырастет да дальше если женщина не будет воспитывать ребенка это тоже самое практически если кто-то из девчонок надеется конечно встретить богатого папика то окей дальше возьмите себе расчертить это реально так в жизни в жизни есть ну точнее в россии есть несколько видов заработка работа по найму найм да это 300 баксов в среднем рак линейный бизнес линейный бизнес это 1000 баксов в среднем традиционный бизнес вот традиционном бизнесе да можно зарабатывать такие деньги и вот и подумайте каким вы бизнесом хотите заниматься есть еще сетевой маркетинг тоже очень хороший бизнес вот это два бизнеса в которых можно такие деньги зарабатывать в этом нельзя это что касаемо работы ну в принципе определились вот что касаемо целей ну вот они элементарные цели вы поставили себе большие цели идете к ним а там по пути когда вы этого всего достигнете хотя бы этой отметки вы будете финансово понимаете свободны свободно что это значит это личное время будет да на что я вот допустим допустим я вот хочу значит я вот хочу заниматься танцами я хочу рисовать я очень хорошо рисую ребят я хочу пойти на вокал на гитаре научиться на игре но к сожалению сейчас этого времени нет вот я хочу быть финансово независим поэтому я строю бизнес и выхожу там на пассивные доходы и так далее и тому подобное вот и вот в принципе элементарные цели но когда вы уже будете свободно от от любого чего ну вообще это всего да когда вы поймете досконально что вы в принципе ну созданы по подобию бога вы созданы жить а не выживать от зарплаты до зарплаты вот и когда вы это поймете вы пошлете нахрен своего начальника и будете зарабатывать деньги да это нелегко это тяжело это труд но это будет ваше и и вы этим будете гордиться даже если он вам будет ноль приносить как мне бизнес фитнес корсетами два года приносил ноль это нормально абсолютно потому что я сам его поднимал я не искал инвесторов и так далее да и продолжаю это все развивать то есть это будет ваш вам будет приятно вам будет это очень приятно как ты или только все мысли нет свободное время как но сейчас зал честно не хожу времени такого нет свободного обычно если отвлечься то что нибудь фильм посмотреть пока покушаю потому что вот именно сейчас вот именно в данный промежуток времени у меня очень большой такой вот напряг ну надо 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 согласно полностью а алекс я тебя точно в черный список добавлю я не против твоих успехов просто много много загнул а много загнул нет вот смотри что сейчас происходит вот кстати вам вот яркий пример вот смотрите сейчас карина пишет я не против твоих успехов просто много загнул знаешь что это сейчас происходит это происходит зависть это раз это происходит неуверенность в первую очередь в тебе в чем значит ты элементарно сейчас будучи находясь нам за экраном ты такая посмотрели 100 тысяч а нифига да такие цифры это вообще нереально то есть для тебя они уже нереальные ты их никогда в жизни не добьешь и даже не увидишь даже не понюхаешь рядом да а я их добьюсь не через месяц так через два не через год так через два но добьюсь а ты нет но как только ты будешь слышать цифру 100 миллионов ну что ну 100 миллионов ну круто да офигенно чёрт 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 вот и все у тебя уже есть страх какая главная цель твоей жизни какая главная цель в твоей жизни слушай аааа жить просто жить жить в своё удовольствие жить в своё удовольствие вот плюс у меня есть какие цели очень глобальные о них я тебе пока рассказывать не буду это очень глобальные цели эта цель у меня почти с самого рождения о них пока рассказывать не буду аааа пам-пам у меня такой вопрос как у неё скучно раздеваясь а цели есть пам-пам-пам-пам-пам карина в пизду втюхивает в уши вот во первых слушай ааа если тебе что-то не нравится я тебе могу по-русски ответить ну я как мужик могу ответить иди нахуй просто с моей страницы но я ненавижу когда женщины блять матерятся ещё на всю тут стоят и чем-то выёбываются ты думаешь я не могу материться блять ты не забывай что я парень с детского дома мне вообще похуй но я могу так загнуть блять что ты просто охуеешь не пиши блять здесь такие блять вещи здесь адекватные нахуй люди сидят когда ещё женщина говорит это мать блять будущее мне это вообще вымораживает ладно мужики ладно я там с рождения ещё привык на этих матах и то я стараюсь не материться так что пожалуйста не матерись иначе я буду материться а если я буду материться у тебя уши очень сильно завянут потому что по разговору ну поверь не вывезешь дальше Алекс молодец а а а в это в это пистьи просто слушай я там думал что там немножко плохо походу у тебя там вообще в это неделю хочет больше чем Путин плечать Ты знаешь, что основная часть в Москве, кто владеет, значит, каким хотя бы одним торговым центром, человек, он миллиардер. Ты знаешь слово миллиардер, миллиард, знаешь слово? И сколько это, можешь представить? И знаешь, сколько таких миллиардеров здесь в Москве? А знаешь, сколько долларовых миллиардеров в Москве? И при чем тут Путин вообще? Понимаешь, я тебе одно говорю, ты вот со своей колокольной доносишь, понимаешь? Ты со своей колокольной сейчас доносишь. Те вещи, о которых ты в принципе знать сейчас не можешь. Почему? Ну, потому что не занимаешься бизнесами, ты не знаешь, какие здесь суммы могут быть вообще у людей. При чем тут Путин? Я вообще не понимаю. Да, я согласен, что цель должна быть, без нее тупо стоишь на месте. И более того, должны быть цели, вообще в идеале, конечно, ставить цели на каждый день. Но я вот не могу, честно. Пока еще не приучил, пока еще учимся, чтобы вести свой дневник, записывать цель на день. Вот. Ну, хотя бы пишу на месяца цели. Осталось еще на неделю, а потом на каждый день. Тогда вообще все пушка будет. Да, спасибо. Я хочу быть царем. Будь царем. Я же уже говорил, да, конечно, я говорю, я хочу пойти на вокал, я хочу на гитаре научиться играть, я хочу пойти на танцы, значит, тоже заниматься. А, вот, что еще, когда едешь в Европу, можно понимать, ну что ты смотришь. А, ну да, 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 ты имеешь в виду прям, а, я понял. Ты вот про какое искусство имеешь в виду, там, картины, прям, чтобы разбираться, разбираться, нет. Чтобы прям разбираться, разбираться, там, знаешь, вот из разряда вот таких людей, типа, он, это вот Ван Гог, это вот такой-то год, там, нет, я не из таких, я просто, я люблю посмотреть на красивую, на архитектуру, я ее обожаю, старинную, все это, да. Ну, это прям на стойку разбираться, нет. Смотреть, как, наверное, любитель, да, то есть мне нравится красота, я, то есть, это все старинные здания, ну, все это мне нравится. Ну, как, в принципе, я думаю обыденному человеку. Слушай, я тоже хочу получать, вот, пока вот и стремимся. Бизнесмен хуев сидит, растирается на тринадцать человек. Ага. То есть, бизнесмен должен растираться на сколько человек? Со скольки человек начинается бизнесмен, ну-ка. Господи, что ты несешь? Короче, я, я тебя немножко заблокирую, то ты бред несешь, ты слишком немножко, в сознании еще не выросла, и мне очень тяжело объяснять тебе что-то. Все, пока. Так. Так, я не успеваю читать, хейтеры повесить. Не, ну, я их сразу, таких слишком тупорылых я отправляю. В музей я искусствовед. Слушай, я сейчас, ну, не, я бы с удовольствием сходил, честно, я очень давно не был в музее. Очень давно. Вот. Смотря еще в какой, кстати, музей. Музеи-то разные бывают. Особенно в Питере, там их вообще масса совсем. Там даже эру музей есть. Эротический музей. Спасибо, ты уже дал правильную подсказку и схемы нарисовал. Ну, да, да. В принципе, все просто. А там потом, по ходу, короче, это все появляется. У тебя уже есть что-то, и ты идешь. Любишь фильмы ужасов? Я люблю топовые фильмы ужасов, которые прям, такие страшилки-страшилки, которые вот все прям прут. Как меняется? Все подряд, я не смотрю. Че не спишь, не еду. Ну, всем понятно, что это написал лучший друг. Катя, скажи, Влад, спасибо за ответ на мой вопрос. Да не за что. Миллионы заработаешь, делись. Ха-ха-ха-ха. Ужасы любит. Не понял. Ужасы любит. То есть смотреть в зеркало приносит удовольствие. Ничего не понял. Нормальный парень, спасибо. А, Руслан Дорский бороду с ней в Италии. Да я... Нет, не хочу. Тоже, да. Твой хейтер здесь. Руслан заблокирует и прям, и все. Что? Просто вчера, что... Цель стоящая всегда впереди, а есть цель, которая достигается только в настоящем, типа, нирвана. Цель стоящая всегда впереди, а есть цель, которая достигается только в настоящем времени, типа, нирвана. Ага, первый раз я услышал сейчас такое, не знаю, объяснение, что ли нирваны... Не знаю, для меня нирвана это вообще, как бы, как успокоение какое-то, да? Кайф. Ну, нет, кайф в смысле, что... Ну, вот не грамма, знаете, негатива, да? Вот, что вообще все, вот все вокруг тебе вообще по кайфу. Вот, просто... С твоих слов, получается, цель стоящая всегда впереди, это окей, а есть цель, которая достигается только в настоящем времени. Ну, да, правильно, что-то правильно вам дали мне, да, я прочитаю. Я прочитаю даже. Вот, смотри, кстати, загугли, нирвана. В мистическом учении буддистов блаженное состояние понимается как освобождение от жизненных забот и стремлений. Ну, в принципе, я почти так же и протрактовал, так и сказал, что, ну... Ну, по крайней мере, это для меня так, но оно и так и есть, что... В принципе, тебе... Ну, забота это что? И стремление. Это обязательно что? Присутствуют страхи, сомнения, негативные эмоции. Это, в принципе, все то же самое, все в эту сферу. То есть, ну, тебе ничего не беспокоит, ты на кайфах. Кстати, я вот считаю, что... Ну, это, по крайней мое такое мнение, что вот все вот психбольные люди, да, вот эти вот все, да, мне кажется, вот они в нирване состоят. Вот здесь, если честно. Ну, вот они улыбаются, вот по сути, они не негативят, они улыбаются, да, вот так... И мне всегда интересно, что у них в мозгу. Вот, походу, они... Вот все их называют, что вот не повезло, типа, человеку, да? А с другой стороны, я про себя иногда думаю, блин, да, наоборот, повезло. А с другой стороны, типа, ну, он кайфует от всего, ему нравится это все, он так, птички, ааа... То есть, ну, он кайфует, мне кажется, это и есть нирвана. Да, хорошо, что ты знаешь, Путин вообще живет без дежи. Хотя, фу-фу-фу, алекс, фу-фу-фу, а что ты за фу-фу-фу? Алекса, выкиньте. Все, фу-фу-фу-фу, окей, что за фу-фу-фу-фу началось? Я сейчас вам сделаю фу-фу-фу, я умею делать фу-фу-фу и громко. Привет, друзья, посоветуйте, как мне поступить. Муж до сих пор не пришел домой. Я не понял, у нас здесь что, значит, как-то странно, как тут, как сюда вообще попало это сообщение? Как посовет, муж не пришел до сих пор домой, блин, ну... А я тут при чем, как бы, ну... Развлекается с другой бабой, как бы. Ну, наверное, а может, бухает. Одно из двух. Вот, так что... Пошли его на, муж не твой, Руслан Виктор. Да, спасибо. Убить, убить мне его. Ну, за что, ты же не знаешь, почему он не пришел? Ты вообще не переживаешь, что он не пришел? Мало ли ему кирпич наглого упал на улице. А мне очень интересно. Не понял. Интересно что? Да, пожалуйста, бери Аликса, он смущает мужа у него. Блин, Аликс, ну реально, все. А вообще нет. Вообще нет. Что вообще нет? Пам-пам. Это пропустили. Это было, это было. Привет, видел тебя в сериале фитнес, ты прекрасен. Спасибо. Мне интересно, поэтому тут... Я уже убрал, Руслан, хватит, бла-бла-бла. А у вас салат просил, что я надеюсь. Да нет, мы... Совет, я понял. Мы тебе ответили, ну как мы можем тебе посоветовать? Я же тебе сказал, во-первых, что ты сразу панику поднимаешь? Это первое. Первое, на первое, если ты не знаешь, что происходит, не поднимай панику. Ты же не знаешь, зачем лишний раз панику поднимать? Я просто тоже такой же человек, я могу... Реально говорю, я могу тоже панику поднимать, хотя еще ничего не произошло. А вот ее не надо. Нужно, наоборот, с холодным умом, если какая-то экстренная ситуация, сразу все. Ну что, первым делом, что нужно? Нужно побеспокоиться все-таки. Что с ним такое? Потому что, возможно, это же твоему, что и близкий человек, возможно, что-то случилось, да? Найти, точнее. Вот ищи, а не сиди, не пиши в чате. Иди ищи мужа, мало ли. Вот. А дальше, если он уже там либо бухал, или же там с женщиной другой был, это уже другой момент. Ты сейчас сидишь тут, пишешь, что мне сделать? Я тут... Такое ощущение, что, знаешь, он уже пришел, ты его, короче, связала сейчас на стул, положила, у тебя лежит на столе, значит, паяльник греется. Тут же у тебя утюг, тут же у тебя щипцы, тут же у тебя нож, и ты говоришь, что он мне с ним сейчас сделает? Я звоню, он сбрасывает мой звонок. Возможно, у него телефон украли. Сижу, короче, мужика отмазываю. Нет, ну, а всякое, возможно. Муж потом придет, спасибо, братан, отмазал. Нет, я не знаю, если честно. У меня просто, видишь, реакция сразу. У меня, когда женщины спрашивают за других мужиков, типа, о чем, где он, у меня сразу реакция. Ну, короче, он с Васей сказать, вот, а ты потом бы сказал, ну, у Васи его нет, я бы тут же ответил. А, ну да, он ушел, как-то. Сам прикатит. Ага. То есть, автоматом у меня отмазки сразу. А я не знаю еще, я слушаю эту тему, я и говорю. Меня просто спросили. Ладно, ребят. Кстати, что касаемо компании по путешествиям, я уже сказал, запустились очень топовые акции, которых, в принципе, не было. первая акция для студентов, кому от 18 до 28 лет, на очень выгодных условиях они заходят в компанию и работают. Вторая акция. Опять же, те, кто заходят в компанию в течение нескольких дней, им на счет упадет подарком 3000 долларов. То есть, это 210 тысяч рублей, ребят, чтобы вы понимали. Так что, давайте, всем спокойной ночи, пишите в директ еще, я, может, кому-то отвечу. Вот, всем, в принципе, пока-пока. А, кстати, сохраню эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...